Красные дорожки, громкие премьеры, кинофестивали, свет софитов, улыбки звезд, манящий и завораживающий мир успеха. Оказаться в нем мечта многих. Куда мы сняли? А если очень хочется, все средства хороши. И звезды первой величины нередко попадаются на крючок тех, кто открыл на них настоящую охоту. Как они туда проникали, как они были вхожи вот в эти круги. Как получилось, что имя Армена Джигарханяна в последние годы упоминалось не в связи с его звездными ролями, а из-за громкого скандала с бывшей женой, которую народный артист обвинил в краже и обмане? Мы раздеваемся. Чем обернулся роман известного актера Михаила Кононова с девушкой, которой годилась ему во внучке? Ну, она так ловко взяла его в оборот. Почему развод со второй женой стал ударом для Бориса Грачевского? Ему многие говорили, что такие браки, они очень странные, чем хорошим не заканчиваются. Как журналистка Татьяна Секридова разрушила идеальный семейный союз Евгения Жарикова и Натальи Гвоздиковой? Мы верим, когда любим насколько-то обманывать. Это вот те самые сети, в которые попадают очень часто очень красивые люди. Это очень опасно. Есть одна драматургия, сильная, очень. Она так и называется – любовь. В мире шоу-бизнеса ее прозвали «белокурая бестия», «ангельская улыбка», «вкратчивый голос» и «море обаяния». А у вас много вопросов? Чтобы стать знаменитым, Армену Джигарханяну понадобилось сыграть сотни ролей в кино и театре. Его бывшей жене Виталине Цымбалюк-Романовской удалось прославиться в считанные мгновения. Неудавшаяся пианистка, да, вцепилась руками в Джигарханяна великого народного артиста, отбирает у нее квартиру и вообще довела его до сумасшествия. Чем он думал, да, когда в нее там вцепился, влюбился, согласился? Это очень сложный проблем. Армену Джигарханяну не стало в ноябре 2020-го, но до сих пор «желтая пресса» смакует интимные подробности жизни этой знаменитой пары. Актер и его последняя муза были неразлучны почти 10 лет, но через год после официальной регистранты и брака последовал громкий развод. Плохой, плохой человек, очень плохой. Армен Джигарханян никогда не говорил о своей личной жизни. Он умело охранял ее от посторонних. Считал, не мужское это занятие выставлять свои чувства на публику. Есть вещи, которые я не хочу рассказывать. Откровенно, честно говорю, не хочу рассказывать. Потому что это моя тайна, это моя жизнь, это мой мир. Но история с Виталиной открыла то, о чем сам Армен Борисович долго молчал. Тяжелейшие расставания с любимыми женщинами преследовали Джигарханяна постоянно. Испытания он преодолел в своей жизни очень серьезные, которых, наверное, не пожелаешь никому. Он состоялся как великий актер. Он зарабатывал деньги, 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 деньги. При этом все разобрали, все разодрали, все обобрали, все украли. Первая жена прима русского драматического театра в Ереване Алла Вановская страдала психическим заболеванием и патологической ревностью. Этот союз не спасло даже рождение дочери Елены. Она была больной человек, там были очень большие проблемы. Она умерла после расставания. Вторая жена, Татьяна Власова, с которой Армен познакомился тоже в театре, хотя и прожила с ним почти 40 лет, также не стала опорой мужу. Я думаю, он там тоже был несчастлив. Он жаловался, ругался. В конце 90-х Армен Борисович с Татьяной решили переехать в Америку. А когда артист понял, что скучает по зрителям и работе, жена возвращаться с ним в Москву не захотела. Да, они пытались каким-то образом, но все равно театр-то его здесь, и сердце здесь. Грусти больше, и от этого немножко больше такого, мне кажется, иногда одиночества у него. Мне казалось раньше, что он как-то, ну, увядает, что ли. Мужчина, ему нужен домашний очаг, ему нужно проснуться утром, чтобы был рядом любимый человек, чтобы посидеть за чашкой кофе вместе, чтобы после спектакля прийти посидеть, поговорить. И это отражалось на его жизни, на его здоровье. В этот момент и подвернулась Джигарханяну молоденькая пианистка Виталина. Ей чуть больше 20, ему почти 70. Злые языки шептали, она ему не ровня. Какая там любовь с такой-то разницей в возрасте? Ай-ай-ю! Нет, только не это. Он счастлив был. Он наслаждался, он звонил, беспокоился, он спрашивал. Он доверял ей. Она увидела его на сцене в Киеве, совсем еще девчонкой. Страстные монологи актера попали точно в цель. Настоящий мужчина, вот абсолютно, на который смотришь и понимаешь, что это вот, вот это то, что, то, что называется мужчина. Спустя годы встреча в Москве и вмиг все закрутилось. Виталина сразу поняла, роман со знаменитым актером – это ее билет в высшее общество. Рядом с такими именами становится на ноги. И когда у Джигарханяна случился инсульт, рядом с ним оказалась не жена, а молодая поклонница. Конечно, я была рядом, а как же? Испытания сблизили юную пианистку с Джигарханяном. И в 2015 году актер оформил развод с Татьяной и начал новую жизнь. И это давало ему возможность как-то чуть-чуть реанимироваться, не чувствовать себя таким дряхлым. Старость – очень страшная вещь. Очень страшная вещь – старость. Он доверил ей ключи не только от своего сердца, но и от собственного театра. Виталина стала его директором и полновластной хозяйкой. Армен Борисович, казалось бы, счастливо укрылся в тени своей молодой супруги. Он начал совершать глупости, доверил ей театр. За Виталину! Ура! А вскоре разразился скандал. О разрыве Джигарханяна и Цимбалюк Романовской сообщили почти все российские СМИ. В эфире одного из телеканалов вдруг прозвучало признание артиста, которое стало сенсацией. Она выражает слово только свое. Джигарханян обвинил молодую жену в попытках его убить, чтобы завладеть всем имуществом. Он начал обвинять ее в вратстве, в краже, в том, в другом, в третьем. И в тот момент, когда она поняла, что дождаться от него того или другого царского подношения на будущее не удастся, она начала его там понемножку грабить. Шумный развод, вереница судов. За него болела вся страна. На помощь к Джигарханяну прилетела из Америки его вторая жена Татьяна Власова, чтобы вырвать Армена Борисовича из цепких пальцев заигравшейся пианистки. Историю своей личной жизни с известным актером Виталина превратила в настоящее шоу, которое принесло ей известность и солидные гонорары. Виталинина-то мечта осуществилась. Она стала медийной, известной, узнаваемой персоной. Я не знал, что она зарабатывает на этих передачах деньги. Я говорю, перестань ходить, неправильно делаешь, не надо... Он говорит, ну что ты, я должна сходить. Я потом говорю, да она деньги, там она же квартиру купила, дом купила, я не знаю, что еще купила. Она ходила по телевидению, она меняла наряды, она заводила себе гомосексуального любовника. Страсти и судебные тяжбы подорвали здоровье актера. Он как мог отбивал атаки журналистов уже из больничной палаты. Это трагическое, сволочное поведение Виталины Викторовны. Вот видишь, какая гнусь вылезла от рук. Лишившись собственного жилья, он воссоединился с бывшей супругой Татьяной. Но сил пережить произошедшее уже не хватило. И его нет. Все, и поезд ушел. Эта жизнь, она тебе один раз. И далее гулять. Да, дубля нет. Немая. В небольшой деревне Бутырки в часе езды от Москвы до сих пор помнят историю, похожую на мексиканский сериал. В 90-е годы здесь поселился известный актер Михаил Кононов с супругой Натальей. Построил дом, завел хозяйство. На Нестора Петровича из «Большой перемены» тогда бегала смотреть вся деревня. Меня зовут Нестор Петрович. А его и так называли Нестор Петрович. Но он не любил этого, чтобы его звали Нестор Петрович. Но события в Бутырках оказались покруче многих киношных сюжетов. В подмосковных Бутырках артист оказался не по своей воле. Он ушел из театра. Ничего не играл. Сидел без денег. Тогда и решил, чтобы не умереть от голода, надо бежать из города в деревню. Небольшой домик народному артисту достраивали всем миром. Здесь трудно жилось, конечно. Пенсия маленькая была. Там мне позвонили, говорят, Маргарита, вот артист твой стоит около магазина и торгует капустой. Я девчонок знала в магазине. Я им позвонила и сказала, девчонок, возьмите у него капусту. Днем вместе с женой Кононов гнул спину в огороде, а по ночам работал над собственным сценарием. Он мечтал, что черная полоса в его жизни закончится, и он снимет свой фильм. Героиней сценария была девушка, в юности пережившая насилие и превратившаяся в мстительную фурию. Актер даже представить себе не мог, что встретит такую в реальной жизни. Он всегда пользовался успехом у женщин, несмотря на свою отнюдь негероическую внешность. Я Мишу увидела, и он меня сразу поразил. Вот это его индивидуальность, детское лицо у взрослого мужчины, это потрясающе. Разрешите вам не восхищаться. Такой вроде небольшого роста, такой какой-то простак-простак, как амплуа, да? А на самом деле совсем не простак. Чувство юмора у вас есть? У меня сарказм. Его будущая жена Наталья, красавица, умница и спортсменка, влюбилась в него без памяти, когда Кононову было уже под 30, а ей всего 19. Он очень такой тактичный был, и он очень настойчивый. У меня взял бы, как говорится, изморок. Я была очень красивая, была полагливая, я красивая. У него вкратчивость была, эту женщину тоже любят. Вот такую вкратчивость, такую вот в душу мог заползти. Вот это у него качество было. Это женщин привлекает. Наталья многим пожертвовала ради мужа, оставила карьеру, отказалась от рождения ребенка, терпела многочисленные измены супруга и всегда оставалась рядом. Чего бы это ей не стоило. Так иногда налево поглядывал. Я спокойно, только с химиками. Свою семейную жизнь он загубил своими же руками. Остался без детей, потому что всю жизнь гнездил Наталью, эту свою жену, чтобы она заботилась только о нем. Казалось бы, на склоне лет супруга могла бы уже расслабиться. Но нет. Соперницей Натальи оказалась юная поклонница Кононова, мечтающая стать актрисой. У рабочего человека имеет право влюбиться любая женщина. Будет артистка, даже балерина. В нем страсти бурлили. И довольно большие. В 1994 году Кононову предложили осуществить театральную постановку. На кастинг пришла 18-летняя девушка по имени Маргарита. Та самая героиня его сценария, только реальная. Изнасилование в ранней юности, проблемы с родителями. Его тронул ее искренний рассказ. И он предложил ей встретиться еще. Посередине площади Тишинской стоял Миша и трогательно целовал худенькую, светленькую девочку. Я открыла дверцу и закричала «Миша!» Миша не стал смущаться. Он сказал «Вот, а это моя молодая подруга. Ее зовут Маргарита. Познакомьтесь. До свидания!» Я сказала сурово. На встрече с юной возлюбленной 60-летний Кононов мотался из деревни в город почти каждый день. Он дал ей теплое прозвище «Моя малышка», представляя девушку то племянницей, то дочерью. Он ожил, он очень ожил. У нее прям появилась энергия какая-то вот она в жизни, в этой вот. Маргарита быстро нашла ключ к сердцу пожилого актера. Ловила каждое его слово. Называла гением. Часами могла слушать актерские байки. Актер проживает очень много чужих жизней. И порой то, что вы называете опасными связями, порой это та новая роль, которую он играет и очень часто проигрывает свою собственную жизнь. Он спускал на свою музу все деньги, которые с трудом зарабатывал. А однажды привез Маргариту к жене в деревню. Я говорила, Наташа, Миша будет одинок в Москве. Вот возьмет и наставит тебе прошу прощения рога. Вот на что Наташа громко засмеялась и сказала, мой Миша, ха-ха-ха. И они стали жить втроем под одной крышей. Для Натальи это было трагедией. Но она не подавала виду и даже угощала юную соперницу домашними пирожками. Я же ему и жена, и сестра, и мать, и ребенок, и все, что хочешь за 38 лет. Понимаешь? А это пришло и ушло. Ты как пустоярец вон придешь, поешь постыешь и уйдешь. А я вот на весь волос тяну. Ну и тяни, коль к тебе глянется. Так как не тянуть-то? Наташа его кормила, поила, им готовила и с собой им давала. Они белье привозили, она стирала. Ну какая жена? Ну как, наша деревенская, наверное, не выдержала никогда, послала бы куда-нибудь в подальше. Роман с Маргаритой продлился 8 лет. За это время актер помог девушке с работой, познакомил с нужными людьми, обустроил ее быт. Но она хотела большего. И однажды заявила с порога, если любишь, женись. Кононов встал перед ней на колени и признался, Наталью оставить не смогу. И тогда Маргарита бросила своего мастера. У нее какие-то отношения начались с каким-то там молодым человеком. И он, конечно, это очень болезненно воспринял. Позже выяснилось, что вместе с Маргаритой исчезли и документы на московскую жилплощадь артиста, которая появилась у него после продажи дома в Бутырках. Девушка убедила Кононова переписать на нее семейную недвижимость. Она просто оказалась, ну, мошенницей. Но она так ловко взяла его в оборот. Но он был ей нужен просто для ее дел каких-то, таких меркантильных. После случившегося жена Наталья подала на Маргариту в суд и вернула квартиру. И вот я месяц оттуда, из-за города, каждый день ездила сюда по конторам, собирала опять все документы по конторам. Но комнату квартиру моя, конечно, выдрала я ее, квартиру эту. Однажды Михаила Кононова избили прямо у него дома. Когда актер пришел в себя, едва смог говорить. К счастью, хирургам Боткинской больницы удалось спасти ему жизнь. Поговаривали, что без Маргариты здесь не обошлось. Много слухов об этом было. Это я подтверждаю. Я не знаю этого. Не знаю, что показало следствие. Как раз это был тот момент, когда квартиры очень легко отбирались. После пережитого у актера началась сильная депрессия. И он снова попал в больницу. На нервной почве у него случился третий инфаркт. Позвонили из больницы и вот сказали, мало ест, к нему никто не приходит. Он лежит, как вот я говорю, как маленькая улиточка, сжался и в стенку смотрит. Разве вас волнует, что человек остался один? Заболев пневмонией, актер понимал, что имеет мало шансов выкарабкаться. Денег на лекарства не хватало, а здоровье совсем ослабло после череды сердечных приступов. Михаила Кононова не стало 16 июля 2007 года. Ему было 67 лет. У него была, конечно, всегда жажда любви, нереализованная жажда любви. Вот какой-то всегда был зазор между тем, что он в этом смысле имел в своей судьбе, и чего бы ему хотелось. Внезапный уход Бориса Грачевского в 2021 году стал потрясением для многих его друзей. Зная, что тяжело болен, он продолжал шутить и не терял чувство юмора. Он держался, он бодрился, он пытался все равно оставаться человеком-праздником. Мы все за него очень переживали. В жизни человека-праздника было немало серьезных испытаний. Он пережил клиническую смерть, множество операций и победил страшную болезнь. Но настоящим потрясением для главного кинопапы страны Бориса Грачевского стал развод со второй женой, Анной. Каждый день этой привлекательной брюнетки расписан буквально по минутам. Спортзал, салоны красоты, телесъемки, интервью глянцевым журналам, ведение собственного блога. Я раздражаю, я вообще, в принципе, раздражаю многих людей. Правда, такой жизнь украинской девушки Анны Панасенко в Москве стала далеко не сразу. Все изменила встреча с Грачевским. Это та хищница, которая урвала себе огромный кусок медового торта. Долгие годы успешный режиссер Борис Грачевский считался примерным семьянином. Его отношения с первой женой Галиной называли образцовыми. Они поженились еще студентами в середине 60-х и воспитали двоих детей. Галина была рядом с ним, когда к нему пришла Слава. И казалось, ничто не сможет разрушить их брак. Он так любил свою жену первую. Как он говорил, Валя, как мне повезло, какая у меня жена, дети, все, вдруг повело. Но в какой-то момент светская жизнь захватила Грачевского. Несмотря на возраст, он был полон сил и энергии. Не пропускал ни одной презентации, ни одной громкой кинопремьеры. Его видели то с молоденькой секретаршей, то с начинающей актрисой. Я говорю, да, да, ты такой верный, преданный, как все. Я говорю, не забудь, это уже другая. Это уже третья после той. Он заприметил ее на шумной вечеринке по случаю премьеры фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». И не смог оторвать глаз. Танцы и буги-вуги в исполнении Анны напомнили Грачевскому его юные годы. Когда он познакомился с Аней, вдруг как будто лампочку включили в человеке. Он прям светится стал изнутри. Тебе кажется, что ты тоже такой же, как она. Он, смотря на эту девушку, он видит себя молодого рядом с ней. За чашечкой кофе Мэтр засыпал Анну комплиментами. Читал стихи и пытался ухаживать. Девушка сразу сообразила. Перед ней успешный и знаменитый мужчина. Тот, кто способен открыть любую дверь. Анна, приехав в Москву из другого города, конечно, не знала никого, к кому можно обратиться, к кому можно предложить свои таланты, способности и так далее. И, конечно же, Боря, который ввел ее в круг определенный. В 17 она уехала из родного Харькова в Санкт-Петербург учиться на режиссера. Но Питер не Москва, не тот размах. Анна купила билет в один конец и отправилась покорять столицу. А вскоре состоялась судьбоносная встреча. Она была мила, обаятельна. Она смотрела в рот Борису Юрьевичу. Воздушная, легкая, веселая. Если что-то и было у нее, какие-то вот такие корыстные планы, то она умела это тщательно скрывать. До знакомства с Грачевским Анна пыталась найти работу по специальности. Но не хватило нужных связей. Была официанткой в ресторане, танцовщицей в ночном клубе. И сидела в массовке популярных ток-шоу. Чтобы состояться женщине, надо пройти там какой-то путь. Если такого образования нет, если своих качеств нет, то, конечно, женщина жаждет примкнуть к какому-то сильному человеку. Таким человеком для Анны и оказался Борис Грачевский. Ему 61, ей 23. И началась у бывшей харьковчанки совсем другая жизнь. Ну, а это мои лапочки, мои девочки дорогие. Вони-то и игроки-то. Она девочка очень амбициозная, целенаправленная. Это ощущалось сразу, она хваткая. И она очень активно начала вот как-то так пытаться внедриться в то, что сейчас называется шоу-бизнесом. Газеты пестрели заголовками. Грачевский сорит деньгами и не жалеет на молодую спутницу ничего. Купил иномарку, вывел в свет, свозил за границу, устроил работать в популярный яролаж. А на день рождения Анны подарил ей свою фамилию. Все, в первую очередь, хотят влюбиться и хотят искренних чувств. Вот так! В мае 2010-го они поженились. Грачевский был уверен, если сердце любят, разница в возрасте почти в 40 лет не помеха. Ему многие говорили, что ты делаешь, она значительно моложе тебя, и такие браки, они очень странные, и ничем хорошим не заканчиваются. Он перевез молодую супругу из коммуналки в большой загородный дом, купленный специально для нее. И надеялся, что Анна станет в нем настоящей хозяйкой. Он ее пытался образовывать, он ее заставлял читать книги, нужные, правильные, хорошие. Он пытался, чтобы она занималась искусством, впитывала, образовывалась. Боря был счастлив, он ее действительно очень любил. Но после рождения дочери Анна решила выйти из тени знаменитого мужа. Наделала татуировок, легла под нож пластических хирургов и со всей страстью окунулась в ночную жизнь. Боря, конечно, очень любил дочь, почувствовав, что он попал в некую зависимость, потому что у них общая дочь, она начала уже немножко по-другому себя с ней вести. Когда у меня все слишком ровно, гладко и сладко, должна же быть вот граммулечка вот какой-нибудь, чтобы где-то вот что-то вот это. Это обязательно. А как это неинтересно жить, когда вот... Либо вот весь такой ванильно-шоколадный, ну прям... В какой-то момент Крачевский устал от похождения молодой супруги. Ему не нравилось, что маленькая дочь подолгу остается с бабушкой, мамой Анны. Видимо, он настолько бросился в любовь к какому-то с головой, что не смог разглядеть каких-то вещей, за которые потом и поплатился. Первый раз Грачевская нокаутировала мужа откровенным видео в интернете, на котором обнималась с молоденьким атлетом. У меня там был роман с одним из ведущих этого канала. Некто Артем, насколько я помню, его звали. Смазливый парень, видный. И, видимо, Аня повелась, она увлеклась им, он увлекся ей. И, конечно же, она не понимала, что у нас очень тесный мир. Мгновенно до Боря дошли все эти слухи, мгновенно. И там уже, как снежный ком, покатилось все это в сторону развода. Грачевский удар принял и в 2014-м подал на развод. В этот момент и начался в его жизни настоящий, а не киношный яролаж. Во второй нокаут Анна Грачевская отправила мужа в эфире популярного ток-шоу, где заявила, что не собирается после развода менять фамилию. И своего будущего мужа тоже запишет Грачевским. И проще узнаваться, и о Грачевске вот этого до старого яролажа, да, вот, мальчишки и девчонки, вот, вот, его ребеночек тоже Грачевский. Ну, ей это удобно, удобно. И спор за это, и понятно, почему она ее взяла. Потому что ее фамилию даже я сейчас не помню. Панасин, звезда Панасин. Нет фамилии такой, Панасин. Есть Грачевская. Разводили пару громко и публично. Грачевский происходящее не комментировал. А Анна регулярно посещала ток-шоу и, не стесняясь, зарабатывала на собственном бракоразводном процессе. Я – это я, и поступаю, как я чувствую, как я умею, как я знаю, как я могла в тот момент, насколько мне хватило мозгов. И в этот момент я еще буду заниматься вот этими бумажками. Да пошли вы все. В итоге экс-жене Грачевского досталась не только знаменитая фамилия, но и дорогой автомобиль, деньги на покупку, квартиры и хорошие элементы. А женщина, она будет обеспечена, она это понимает. Никто не хочет сам. Я всегда благодарна своему прошлому за мое настоящее. После развода бывшая супруга отправилась штурмовать Олимп шоу-бизнеса под громкой фамилией Грачевская. Сегодня это по-прежнему ее пропуск на красные дорожки и в различные ток-шоу. Она известна только тем, что она была жила Грачевского. Вот и все. Это ее единственное, на мой взгляд, и главное достижение. Грачевскому же развод влетел в копеечку. Он влез в долги, набрал кредитов и серьезно заболел. После развода, который случился, он, конечно, немножечко так ушел в себя. Он стал мрачным, он стал таким... Он тяжело, видимо, переживал всю эту историю. Конечно, это болевая точка огромная, это рубец на сердце. Он держался, он бодрился, он пытался все равно оставаться человеком-праздником, но в душе, видимо, кошечки-то скребли. Пережив предательство бывшей жены, он снова связал себя узами брака и, кажется, был счастлив. Но ослабленный стрессами и болезнями организм директора Ярлаша не выдержал. 14 января 2021 года Бориса Грачевского не стало. Конечно, очень важно всем нам, художникам, чтобы нас понимали, это очень важно. Помните, как держим до понедельника, до счастья, когда тебя понимают. Стоп! В 2005 году журналистка Татьяна Секридова в эфире федерального канала откровенно рассказала о своей длительной связи с женатым актером. То есть это не была случайная связь и случайный рожденный ребенок в тайне от отца. Такие публичные откровения тогда были еще редкостью. Рассказ о двойной жизни кумира миллионов произвел эффект разорвавшейся бомбы. У меня просто реальный был шок в тот момент, когда вот просто мне позвонили домой и сказали, «Вера, посмотри, что делается, посмотри, что делается». Когда я ее увидела, думаю, «Господи, зачем это все Жене?» Евгения Жарикова знали не только как прекрасного актера, но и как примерного семьянина. Их с Натальей Гвоздиковой друзья и знакомые в шутку даже называли «жареными гвоздиками». Эти двое, казалось, срослись в единое целое. У меня единственная женщина, которую я всегда любил, люблю и буду любить, это Наталья Гвоздикова. Их любовь вспыхнула на съемках сериала «Рожденные революцией». Колька, ты уникум, тебя нужно в Эрмитаж на витрину. Ну, это я погодю. Тогда оба были не свободны, но решились на тяжелые расставания с бывшими супругами. Когда посмотрела картину «Рожденные революции», посмотрела, что они друг до друга не рождены, что это вот то самое, где половинки, которые должны сойтись и слиться. Как-то выстраивают свою жизнь по этой паре и посылают приветы этой паре, уже не отдельно, а вместе. Родился замечательный сын, все хорошо. Да, тебя духами пахнет. Жасмин. Его, между прочим, употребляют уличные женщины. А ты откуда знаешь? Но спортивная журналистка Татьяна Секридова публично разоблачила образцово-показательный брак и рассказала о том, что больше семи лет была фактически второй женой Жарикова. Началась просто настоящая атака на меня с серьезными намеками на серьезные отношения. Вот не надо разрушать сказку. Татьяна была далека от мира кино, но очень хотела в него попасть. Настойчивость помогла ей оказаться на порту круизного корабля в компании известных артистов, участников кинофестиваля. Просто все звезды нашего кинематографа были на этих фестивалях, президентом которых был Женя Жариков. Он такой у нас ласковый, нежный, красивый. Конечно, девушки на нем висели, это понятно, гроздями. Непринужденная атмосфера, разговор по душам на верхней палубе, свежий бриз, шампанское. Вот так Евгений Жариков и оказался наедине с предприимчивой журналисткой. Просто так это не делается. И некоторые женщины это понимают. Они окружают его таким приятным, таким вот столиком, там, я не знаю, с выпивкой, вместе с ним выпивают, встречаются неоднократно, говорят ему умные вещи. Ну так расскажите, в каких вы были странах? О! О! Неужели весь мир объехали? Поначалу их отношения не выходили за рамки фестивальной интрижки. В среде кинематографистов знали, что примерный семьянин Жариков время от времени может приудариться хорошенькой женщиной. Поэтому в начале новый роман актера восприняли несерьезно. Они скрывали очень долго свои отношения. Ближайшие актеры знали, то есть все, которые окружали Женю, все знали, что у них роман. А более так дальше как-то они не показывали. Как утверждают очевидцы, журналистка следовала за актером повсюду. Фестивали, форумы, творческие вечера. Ей было неважно ни то, что он женат, ни разница в возрасте, почти в 20 лет. Ему кажется, а вот я же, я еще молод, я полон сил. Это вот те самые сети, в которые попадают очень часто очень красивые люди. Узнав о первой беременности, Татьяна и Жариков сразу сказал, жену Наташу и сына не брошу. Но Секридова успокоила, рожать будут для себя. Она понимала, Евгений мечтает о большой семье, поэтому ее с ребенком не оставят. И действительно, когда на свет появились сын, а потом и дочь, Жариков без раздумий их усыновил. Они же и сознательно были усыновлены Евгением Ильичом. Долго-долго крокодил в море синее тушил пирогами и блинами и сушеными грибами. И мочалку словно калку, словно калку прокладил. Но это от его благородства, от его мягкости, от его любви к маленьким детям. Они так ко мне тянутся, такие роднулечки. Гвоздиковой доносили об интрижках мужа, но она была уверена, связи уже не мимолетные. А семья святое – общие воспоминания, радости и печали. Сын, наконец. Но историю с Секридовой актриса восприняла как нож в спину. В какие-то вещи, допустим, я внутри отказывалась верить. Там какие-то могли быть истории и у нее, и у него на грани. Но вот такого, чтобы скрывать вторую семью с детьми так долго, вот этого она не перенесла. Эта женщина случайная. Она была вхожа в семью. Она продолжала входить в семью, когда уже они с Жариковым были вместе. Вот это подлость. По словам Секридовой, Жариков был заботливым отцом и даже вывозил свою вторую семью в Париж. Так как она уже стала мамой, я думаю, что тут он еще больше сблизился с ней. Потому что он хотел всегда детей. Наталья сказала, нет, одного достаточно. А он ухитрился в такое огромное время, по сути, быть двоеженцем. Когда пресса стучалась в двери дома актерской пары, Гвоздикова держала паузу до последнего, сколько могла. Сидела эта боль, что-то произошло между ними. Но она, она переболела это все. А потом поставила условие. Если муж хочет с ней остаться, он должен нотариально отказаться от отцовства и не видеться с детьми Татьяны. Наташа человек с острыми углами. А уж если задела, ну как, как мне отыграться в этой ситуации? Актер подчинился жене, но переживал ситуацию очень тяжело. Он не хотел, не хотел Наташе, ну, к концу практически их жизни, наносить такую травму. Мы вместе. И Наташу, и Федю я ни на кого не променяю. Покаялся в церкви, просил прощения и у Наташи, и у Господа Бога. Ну, у мужчин так бывает. Он сказал, я единственная, кого люблю, это своя жена Талю Гвоздикова. Все. А это вот, ну, это мой грех. То мой грех, а вот это вот моя жизнь. Шум в прессе, кризис в семье серьезно подорвали здоровье актера. За все случившееся он заплатил высокую цену. У него обнаружили рак. И в январе 2012 года Евгений Жариков ушел из жизни, так и не успев объясниться с детьми. Я очень рада, что моя подруга, любимая мой Натусик Гвоздикова, нашла в себе силы, мудрость и простила его. Они рискнули окунуться в пучину страсти, полагая, что проживут в любви до глубокой старости, но не сумели отличить льстивое обожание от истинных чувств. А в конце жизни оказались у разбитого корыта с судебными исками и публичными скандалами. Как говорится, бес попутал.